Можем посмотреть 1993 год, это инаугурация Билла Клинтона, но перед этим гороскоп Билла Клинтона, если его рассмотрим на тайную карту, у него солнце во льве, даты скажу, 19 августа 1946 года, время можно не говорить, и у него солнце во льве в 26 градусе, и через 60 градусов Юпитер в 24 весов, то есть 60, тоже аспект в натальной карте, у него показатель, что он имеет очень хорошую возможность занимать пост президента, например. И вот мы посмотрим, что было на инаугурации. Инаугурация у него была в 1993 году, 20 января 1993 года, и если мы совместим карты с инаугурацией 1993 года, то мы увидим, что Юпитер инаугурации находился в 15 градусе весов. Да, здесь широкий орбис, но тем не менее, опять же, формируется возвращение Юпитера, опять же, аспект соединения, но здесь, кстати, орбисы почему-то такие, немаленькие, срабатывают. И аспект к Солнцу такой формируется в 60 градусов. Если мы рассмотрим второй срок его, который был в 1997 году, то там вообще, там так красиво это все смотрится. Вот Билл Клинтон, совмещаем карту с инаугурацией 1997 года. Да, я хочу сказать, что в 1997 году все эти, то есть не в 1997 году, а все инаугурации в Америке происходят в один день. И, кстати, очень часто в этот день на небесах Юпитер с Солнцем образует или соединение, или три, и это где-то от 80% случаев. То есть это соединение вообще происходит Солнце с Юпитером один раз в году. Ну, на самом деле, я полагаю так, что люди, которые назначают такие даты, судьбоносные, они разбираются во многих вещах. И просто так это с Бухты-Барахты, так сказать, не выбирается какой-то день, такой знаменательный. Наверное, там есть консультанты. Совершенно верно, Майкл. И к этому тоже подходишь к мысли такой, что там присутствуют. Ну, вот, кстати, я немножко поправлюсь. В 1997 году как раз моя техника не срабатывает. Она отчасти срабатывает, что на небесах Юпитер с Солнцем соединеним, что в это будет дата инаугурации. Но транзитный Юпитер формирует конфликтный аспект 90 градусов к Юпитеру, но к Солнцу он формирует, есть 150 градусов, это квиконс. То есть, здесь есть конфликт славы, ну, скажем, авторитета, падения. То есть, действительно, у него произошло падение авторитета с этой, с кем там, с Моникой Левинской. Вот это как раз, то есть, гороскоп накладывается, да. Но Юпитер формирует, опять же, хороший аспект 150 градусов к Викону, к Солнцу. То есть, показатель славы, известности на дату выборов есть. Причем, Орбис такой, 2 градуса всего. То есть, вполне очень хороший. Если мы рассмотрим дальше... Я полагаю так, что когда стоял вопрос даже об импичменте, и предлагали уйти без всяких там последствий, допустим, ну, наверное, тоже. Не просто так он принял там решение на семейном совете, наверное, там были вовлечены какие-то серьезные силы, люди серьезные, которые, конечно же, ему посоветовали бы. Какое решение принять? Ну, там, кстати, Коскуля так, в общем-то, благородно поступила, тогда так принял позицию. Дальновидно, дальновидно. Потому как тогда уже можно было предположить, что вот сейчас будет происходить то, что происходит на самом деле. Кто мог тогда предположить, да? Женщина еще куда-то там. А тут как-то шансы. Но мы к этому подойдем. Хорошо, давайте не будем отвлекаться. Давайте, значит, поехали дальше. Субтитры создавал DimaTorzok